Сегодня, к сожалению, у нас война, на нас напала Российская Федерация, оккупировала часть наших территорий, наносятся ракетные удары по Одессе. К сожалению, у нас погибли люди, ракета попала в мирный дом, убито 8 людей мирных, которые готовились к празднику православному. Погибла трехмесячная девочка, также ракетный удар, где погиб подросток. У нас прекрасная информированность, и мы на вашей стороне, мы все переживаем вместе с вами. Я верю, что настанут мирные времена, и мы сможем вместе работать над различными проектами. Вот проект, который связан с энергетикой, меня очень интересует. Огромное спасибо за возможность и за помощь нам сегодня наше сложное время. Что касается вашего вопроса, о котором вы только что сказали, для нас это крайне интересно, потому что сегодня мы понимаем, что с энергоносителями, с поставками, в том числе газа, определенные сложности и проблемы. Поэтому весь мир, и Одесса не исключение, мы идем по пути пока что, идем по пути по снижению теплопотерь, которые есть у нас, по более эффективной системе теплоизоляции, модернизации. И в этом опыт, ваш опыт и вашего предприятия, конечно, нам очень пригодится. Вы совершенно правильно сказали, что это как раз то время, критическое время, когда нужно обращаться за поддержкой и оговорить конкретные какие-то моменты, в которых уже можно сейчас заключать наше сотрудничество. Я думаю, что у нас есть все возможности с вами сотрудничать, работать, и мы будем очень рады, если у нас произойдет такое породнение наших городов, выстраивание наших планов, совместных планов.